В Высшей школе экономики состояла встреча депутата Государственной Думы России, заместителя председателя комитета по образованию Алена Аршиновой со студентами, выходцами из Чувашии, обучающимися в Москве. На встречу с депутатом от Чувашии собрались студенты ведущих московских вузов МГУ, МГИМО, МФТИ имени Баумана и других. К разговору подключился недавно назначенный уполномоченный по правам предпринимателей в Чувашии Владимир Иванов. Что подразумевает бренд Чувашской республики и как его продвигать, откуда брать инвестиции и куда деть пехтулинскую свалку, каким образом каждый из носителей чувашского языка может способствовать его сохранению. Уехав в Москву, ребята не оторвались от малой родины. По мнению Алены Аршиновой, к сохранению языка надо подходить креативно. Например, придумать такой проект по его изучению, который был бы интересен не только этническим Чувашим, но и всем жителям республики и России. Кроме того, существуют разные способы популяризации языка. Элементы национальной символики, введенные в обиход и ставшие модными, один из таких непрямых методов. Разговор получился одинаково интересным и для депутата, и для бизнес-омбудсмена, и для студентов. Расставаясь, договорились сделать подобные встречи регулярными, чтобы молодежь, учащаяся в Москве, могла полнее проявлять инициативу, предлагать конкретные проекты и принимать активное участие в жизни Чувашской республики. Работа есть работа. Все, что вам будет предложено, озвучено. И вообще мой принцип работы заключается в следующем, что самое главное – это, наверное, слышать, не просто слушать, а слышать, и излагать сразу на бумаге. Продолжение следует...